В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации Ленинского городского округа состоялось заключительное в этом году заседание Совета депутатов. Сделали немало, спасибо я хочу сказать большое и нашему финансовому блоку, и администрации, нашим прежде всего жителям. Сотрудники пациента Видновской взрослой поликлиники приняли участие в учебной тренировке по эвакуации. В момент эвакуации поликлиники в первую смену работы находилось порядка 600 человек. В историко-культурном центре подвели итоги областного патриотического конкурса рисунков и сочинений «Помним». Они понесут эту память и передадут ее своим детям и своим внукам. В администрации Ленинского городского округа состоялось заключительное в этом году заседание Совета депутатов. На повестке дня было несколько вопросов. Основные темы касались внесения изменений в бюджет муниципалитета, дополнительной социальной поддержки многодетных семей и установки ограждений на придомовых территориях. Подробнее в нашем сюжете. О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов доложила начальник финансово-экономического управления и заместитель главы администрации Лариса Калмогорова. В 2022 году предлагается доходы и расходы увеличить на одну и ту же сумму. Это 773 миллиона 859 тысяч рублей. После уточнения бюджет по доходам в 2022 году будет составлять 12 миллиардов 388 миллионов 97,6 тысяч рублей. По расходам 12 миллиардов 388 миллионов 97,6 тысяч рублей. Джефф балансировано. Представители контрольно-счетной палаты подтвердили все заявленные поправки в бюджет. Контрольно-счетная палата подтверждает заявленные параметры бюджета с учетом сбалансированности бюджета в плановом периоде 2022 и 2023 годов и с учетом сложившегося дефицита в результате внесенных изменений на 2021 год. Также депутаты рассмотрели вопрос о дополнительной социальной поддержке многодетных семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет. Приняли решение о том, чтобы компенсацию давать многодетным семьям, которые отказываются от очереди в детском саду. Это не муниципальная программа, но мы идем в ногу. И, соответственно, нашим многодетным, потому что некоторые отказываются и воспитывают детей у себя дома, будет выплачиваться компенсация. Особо знаковым стало решение об установке шлагбаумов во дворах домов под номерами 1 и 25, расположенных в северном квартале. Этот вопрос был рассмотрен после многочисленных обращений жителей микрорайона Купеленка с просьбой оградить их придомовые территории. Эта инициатива достаточно новая. Первые такие решения будут и дальше приниматься такого же плана, связанные с тем, что жители сами выходят с инициативой. Мы их, естественно, будем поддерживать. Инициатива ограничения трафика вблизи своих домов. Это два тупиковых дома, где, соответственно, на этой территории в свое время жители провели общее собрание. Дальше они обеспечивают диспетчеризацию этих шлагбаумов круглосуточную. И, соответственно, там все это решение согласовано со всеми ведомствами. И вот оно сегодня попало на стол Совета депутатов. Я уверен, это первое решение, но никак не последнее, потому что у нас на территории округа эта проблема остро стояла. И, еще раз говорю, положение мы это принято только по огромной просьбе наших жителей. На заседании подвели итоги работы за год местной администрации и депутатского корпуса. Результаты работы видны, несмотря на то, что деньки впереди еще предстоят жаркие с точки зрения закрытия всех контрактов этого года. Но, тем не менее, тот финансовый документ, уточнение последнее, которое принято по 2021 году, тот бюджет на 2022 год, который принят был чуть раньше и с рекордными цифрами для Ленинского округа, позволяет надеяться, что и в 2022 году нам предстоит много и очень, надеюсь, успешно работать. Сделали немало. Спасибо, я хочу сказать, большое и нашему финансовому блоку, и администрации, нашим прежде всего жителям, от которых мы получали своевременные наказы и какие-то, что назывались, скрывались боевые точки, которые мы пытались решить. Что не успели сделать, естественно, будем доделывать в следующем году. Бюджет, напоминаю, уже принят на следующий год. Будем его корректировать с учетом, в том числе, мнения жителей с территории. В ходе совещания депутаты рассмотрели еще несколько вопросов согласно утвержденной повестке. По всем пунктам были приняты положительные решения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сотрудники и пациенты Видновской взрослой поликлиники приняли участие в учебной тренировке по эвакуации. В течение шести минут все покинули здание лечебно-профилактического учреждения и ждали приезда экстренной службы на улице. Как реагировали посетители на звуки пожарной тревоги и насколько слаженно действовал медицинский персонал, расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Тревожные звуки за считанные секунды облетели все этажи взрослой поликлиники. Пациенты и доктора сигнал восприняли серьезно и сдержанно. А потому четко и быстро начали эвакуацию здания. В здании Видновской взрослой поликлиники, расположенной по адресу Заводская, 15, сработала противопожарная сигнализация. Очаг возгорания находится на первом этаже в здании и фойе рядом со 115 кабинетом. Пациенты и сотрудники эвакуируются. Новая поликлиника рассчитана на 1500 посещений в день. Это примерно по 750 человек две смены. Такое количество пациентов в случае возникновения экстренной ситуации необходимо правильно эвакуировать из здания по разным выходам. Ежеквартальные такие тренировки проводятся на объектах с массовым пребыванием людей, детей, в крупных торговых центрах. Цель данной тренировки, чтобы повысить уровень навыков и знаний персонала, и в том числе посетителей, и пациентов, по эвакуации в случае возникновения пожара. Прописаны специальные нормативы для эвакуации. Они рассчитываются, исходя из этажности здания, длины коридоров и количества людей. Кабинеты взрослой поликлиники полностью опустили за 6 минут, что является отличным показателем в своей категории. В момент эвакуации в поликлинике в первую смену работы находилось порядка 600 человек. Эвакуация прошла достаточно оперативно. И сотрудники, и экстренные службы среагировали, как это необходимо. Практические навыки действия в экстренных ситуациях сотрудники взрослой поликлиники продемонстрировали не только представителям проверяющих органов, но, самое главное, пациентам. Я думаю, все люди понимают, что все это проводится для их же безопасности. Поэтому, соответственно, и меняем все реагирует на это. Следующую учебную тренировку планируют провести через три месяца. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В здании администрации Ленинского городского округа в торжественной обстановке состоялось награждение победителей очного индивидуального первенства второго этапа ежегодной областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству в 2021 году. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Из 18 школ муниципалитета 40% старшеклассников приняли участие в Олимпиаде по избирательному законодательству. Ведь кроме желания проверить свои знания, у молодых людей появилась возможность прикоснуться к одной из сторон гражданской ответственности, а именно к участию в выборном процессе. Из них 66 вышли на муниципалитет по баллам. И из 66 определилось три победителя этой Олимпиады, вот которые сегодня и награждаются. Трое ребят были удостоены дипломов победителей и награждены памятными подарками. Также не обошли вниманием и учителей, подготовивших своих учеников. Победителей поздравила председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. Как вы уже заметили, очень многие свое будущее связывают с юриспруденцией, с правом, с избирательным законодательством. Для нас, как для избирательной комиссии, это очень важно, потому что не всегда молодежь настолько вовлечена в избирательный процесс, в избирательную систему. В будущем молодые люди могут быть привлечены к работе территориальной избирательной комиссии и стать полноправными участниками организации процесса выборов. Я решила участвовать в этой Олимпиаде, потому что я собираюсь в будущем связать свою жизнь с профессией юриспруденции и дальше как бы в этом направлении развиваться. Поэтому думаю, что изначально нужно уже начинать готовиться, изучать наше законодательство. Мне очень понравилось, потому что эта область интересная, избирательное право. Это то, что касается всех граждан, и все мы должны политически подкованными быть и знать свои права и обязанности. И то, что избирательные комиссии и другие государственные органы организуют такие молодежные мероприятия, это очень хорошо. Закончилось мероприятие чаепитием и неформальным общением. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В историко-культурном центре подвели итоги областного патриотического конкурса рисунков и сочинений «Помним». Шесть школьников из Ленинского городского округа были награждены дипломами и памятными подарками. По инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в муниципалитете прошел конкурс «Помним», посвященный 80-летней годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Он был организован в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Принимали участие школьники от 6 до 17 лет. Конкурс, повторюсь, проходил в двух номинациях рисунок и сочинения. От Ленинского городского округа в оргкомитет поступило порядка 200 заявок. В итоге конкурсным жюри были выбраны шесть лучших работ, по три в каждой номинации. Поздравить ребят с победой приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук, а также представители администрации муниципалитета. Сегодня здесь собрались победители, но участников это тысячи и тысячи по всей Московской области. Поэтому сегодня в Ленинском городском округе мы будем награждать лучших. Но хочу вообще сказать большое спасибо и ребятам, и родителям за то, что помните историю. Само действие, написание сочинений или написание работы рисунка, художественной работы, это пропущенное через себя действие, через душу. Те ребята, кто приняли участие в этом конкурсе, инициированном «Единой Россией», они понесут эту память и передадут ее своим детям и своим внукам. Не останавливайтесь. Сегодня вы окунулись в эту тему, завтра вам будет интересна другая тема. Вы, главное, занимаетесь полезным делом. Все в жизни пригодится, а мы поддерживаем. Ученик 4 класса 11-й Виндовской школы Коля Шестаков работал над картиной вместе с мамой-художницей. Я думала о войне, как будто они живы, то, что они наступают. Я ожидала, что я получила третье место. Приятно, да? Да, очень. Победители были награждены областными наградами и памятными подарками. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Депутат Московской областной думы Владимир Жук передал Центру социального обслуживания «Вера» 70 пар палок для скандинавской ходьбы. А также поздравил активных пенсионеров и сотрудников организации с наступающим Новым годом. В Центре социального обслуживания «Вера» жизнь всегда, что называется, кипит. Песни, танцы, йога, рукоделие, компьютерная грамотная скандинавская ходьба. А скучать участникам программы «Активное долголетие» некогда. Но гостей принимать они тоже очень любят. Поздравить с наступающим Новым годом Центр «Вера» депутат Московской областной думы Владимир Жук приехал не с пустыми руками. Народный избранник подарил учреждению 70 пар палок для скандинавской ходьбы. Спорт – это здоровье. А вот вы, как раз люди старшего поколения, показываете, чего можно достичь, регулярно занимаясь спортом. В следующем году, чтобы у вас было здоровье, благополучие, силы, энергия, оптимизм. То, что всегда вам присуще. Поэтому с наступающими праздниками и активным вам долголетия. Валентина Илларионовна Денисова – получатель услуг Центра соцобслуживания «Вера» и одновременно его волонтер. Два года назад она так увлеклась скандинавской ходьбой, что выучилась на инструктора. Развивается осанка, укрепляется сосудистая система, то есть улучшается дыхание. То есть, вы знаете, общий тонус организма улучшается. Мы все довольны. Мы идем уже с прогулки. Мы идем счастливые, свободные, легкой походкой. Теперь у Валентины Иларионовны своя группа. Подарку депутата Владимира Жука она очень обрадовалась. Во-первых, стирается у них башмаки. Они стираются. Мы их постоянно меняем. Покупаем и меняем сами. Поэтому такой подарок, да. Да. Вы знаете, мы очень довольны этим подарком. Мы вообще благодарим всех. И администрацию, и активное долголетие. Также депутат Владимир Жук спросил о нуждах благополучателей Центра «Вера» и пообещал и дальше помогать организации. Большой коллектив всегда подходит и просит одно, другое посоветоваться здесь. Поэтому, конечно, с каждым переговорили. К каждому нашли какое-то решение, либо будем его искать. Но в любом случае, ни один человек не остался без ответа. Ну а активные долголетие, как они себя сами называют, отправились на очередные занятия с улыбкой и легкой походкой. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В конце сентября у членов общественной палаты Ленинского городского округа возникла идея проведения конкурса средств массовой информации среди школьников. Подросткам было предложено попробовать себя в роли журналистов. Как ребята справились с задачей и кто удостоился звания лучших, расскажет Юлия Пагасьян. Проф. Ориентация подрастающего поколения – одно из направлений работы со школьниками. Ребята посещают предприятия, пробуют себя в разных сферах. Общественная палата муниципалитета инициировала конкурс школьных средств массовой информации. Идею поддержала администрация Ленинского городского округа. Положение было прописано очень интересно. Ребятам была дана возможность выразить себя в четырех номинациях. Старшеклассники собирались группами, там были индивидуальные какие-то конкурсы и так далее. Я хочу сказать, что получилось. Вот такой конкурс был первый раз. Я думаю, он будет хорошей традицией в нашем Ленинском городском округе. В конкурсе смогли принять участие школьники всех образовательных учреждений округа в возрасте 14 лет. Как существующие редакции, так и вновь созданные творческие объединения. Место нашлось и индивидуальным авторам. Всего четыре номинации. Школьная газета, выпуск телевизионных новостей, видеосюжет, печатная статья. Главное – проявить культуру потенциальным будущим журналистам, вот именно этике журналистики, чтобы люди понимали, как оно должно быть, для чего это делается, что люди все-таки этому должны учиться немножко раньше. Потому что информация – это ресурсы, и этим ресурсом нужно уметь грамотно пользоваться. Поступившие работы оценивала экспертная жюри. Критерии отбора победителей были достаточно жесткие. Торжественное награждение участников конкурса школьных СМИ состоялось в рамках волонтерского форума. Ребята, грамоты грамотами, а о таком подарке даже я мечтаю. Многие выбирают свою профессию уже в старших школах, в старших классах школы. Конкурс дал возможность проявить себя. Мы с коллегами поздравили ребят-победителей прогрессивными подарками, обалденными колонками. Пожелали, конечно, чтобы ребята не потеряли творческого заряда. Львиная доля представленных на конкурсе работ – печатные СМИ. В этот раз ребята отдали предпочтение газете. Это обусловлено тем, что почти в каждой школе Ленинского округа давно практикуется выпуск своего издания, где публикуются молодежные новости. Школьные газеты у нас существуют уже давно. Это наша традиция. Сейчас, конечно, это все более обретает новые форматы в интернет-ресурсах нашей странички, не как раньше на печатной основе. У нас есть, как бы сказать, постоянная рабочая группа. Там их около 15 человек, детей. В планах у членов общественной палаты и представителей администрации округа продолжить традицию и сделать конкурс регулярным. А работы победителей этого года будут опубликованы в газете «Видновские вести» и выйдут в эфир на телеканале «Виднет-В». Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Виднет-В». Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok